Наполнение муниципальных бюджетов, кадровые проблемы и разграничение полномочий разных уровней власти. Сегодня во Владимире открылась всероссийская научно-практическая конференция «Местное самоуправление перед лицом современных вызовов». Представители районов и сельских поселений, депутаты и столичные эксперты обсудили, что же мешает властям на местах развивать экономику, строительство и повышать уровень жизни населения. Среди основных проблем развития муниципалитетов была названа финансовая обеспеченность городских и сельских бюджетов. Большая зависимость многих муниципалитетов от федеральных и областных денег не дает своевременно решать проблемы людей на местах. Участники конференции намерены вынести этот вопрос на правительственный уровень и добиваться увеличения доли налоговых поступлений в местные бюджеты. Здесь, конечно, есть определенные моменты, которые надо отстаивать. Это, чтобы больше налогов оставалось на местном уровне в наших городах, районах, потому что именно финансовая составляющая является ключевой, потому что, в основном говоря, основной круг вопросов, который непосредственно касается жизни жителей наших регионов, они в первую очередь решаются местным самоуправлением. Поэтому, конечно, вот этот вопрос первый, который надо решать, обсуждать. И я думаю, что это вопрос, который надо отстаивать на федеральном уровне в первую очередь, потому что это связано с системой налогообложения. Конечно, это вопрос кадрового обеспечения, потому что мы понимаем, что профессиональных кадров на сегодняшний день не всегда хватает на различные должности. Местное самоуправление и те полномочия, которые наделены сейчас муниципалитетами, оно должно, в том числе и бюджетная сфера, она должна подходить снизу. И формирование бюджета должно происходить, как уже во многих государствах происходит, снизу, не сверху вниз, а снизу вверх. Вот, может быть, этот опыт как-то мы донесём до руководства, высшего руководства страны. И, может быть, здесь уже слышат некоторые посылы отсюда. И тогда, я думаю, это же всё делается для наших граждан, которые живут в городах и в малых деревнях. И тогда вот она поменяется что-то в данном случае уже в лучшую сторону. Особое внимание, по мнению экспертов, в области государственного устройства нужно уделить нынешней системе разграничений и полномочий разных уровней власти. Сейчас регионы вправе самостоятельно решать, какими вопросами городские районы администрации должны заниматься, а какими нет. И это часто негативно влияет на развитие территории. В качестве примера привели как раз город Владимир. Почти год назад по инициативе бывшего губернатора Светланы Орловой мэрию лишили возможности утверждать градостроительные документы. В результате Владимир теряет часть налоговых доходов и не может без оглядки на Белый дом определять дальнейшее развитие областного центра. Вопрос возвращения администрации градостроительных полномочий уже обсуждается в законодательном собрании и в мэрии. Очень рассчитывает на его положительное решение. Сейчас как раз обсуждается на рабочей группе в законодательном собрании. Я думаю, все депутаты у нас очень грамотные люди. Они примут то решение, которое не примут, то будет правильно. Я считаю, что все должно быть на земле, потому что сам интерес и сбора налогов и всего здесь должен. А область обязана просто контролировать все эти процессы. И если где-то видят нарушения, конечно же, вмешиваться в данный процесс. Когда мы говорим о вопросах, связанных с территориальным планированием, с градорегулированием, градостроительством, застройкой территории и так далее, это исконные вопросы местного самоуправления. Кому, как ни городу, определять, каким будет его лицо. И с этой точки зрения я считаю, что, конечно, действия субъекта федерации, которые изымают у муниципальных образований такие исконные вопросы местного значения, не способствуют развитию территории. Более того, часто они еще и способствуют конфликтам. Жители очень часто недовольны позицией региональных властей в части решения вопросов благоустройства. Продолжение следует... Продолжение следует...